привет мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина сегодня у нас на обзоре интересный для меня аромат по крайней мере на стадии распаковки он меня очень интересует последний год тоже много хайпа было в нашей парфюмерной дружине кто еще не подписался ссылочка в первом посте в закрепленном меня вдохновил на его покупку мой европейский друг дима пруэт как-то я вот созрел ну и на самом деле открыв фрагрантику там я тоже понимаю рейтинги зашкаливают 44 это очень хорошо я считаю я даже запустил голосовалку опять же в нашей парфюмерной дружине как вы считаете типа первые ответом мега топчик второй хороший но не стоит своих денег кстати очень многие высказали за то что классный но своих денег не стоит и там еще ответ что типа не понимаю вообще откуда и из-за чего хайп в общем я решение принимаю всегда в итоге сам и ну посмотрим стоит ли он своих там плюс-минус 18 тысяч до рублей по состоянию на 2021 год опаньки тут о тут пробнички значит carolina bad boy в туалетной воде carolina rr я заказывал его gucci guilty o de parfum хотя он не есть там не с чего особо заказывать поэтому по еще одному пробнику что-то здесь выпало арома бутик любят отливать ики бонусные складывать о которых я вообще даже понятия не имею на этот раз у нас это киллиан киллиан давайте даже у а лупу да глупо вот она kissing kissing by killian что ли вот так вот просто в киллианах не разбираюсь это очень приятно со стороны арома бутик верно кстати ссылочки все по которым вы можете скидки получить мои личные в описании и вот он блин ну красиво 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 очень тяжелая такая карабень аромат 2018 года из нот что я помню там шафран мускат лаванда что неожиданно ут мускус пачули ну как то так ну знаете как обычно плюс-минус усредненная пирамида и здесь я вот вижу какие то я даже думал что это распаковочка вот по этой стрелочке должна быть а это на флаг на коробке на самой нарисовано давайте пошуршим до аромат такой недешевый для меня момент такой важный как всегда распаковочка но это будет первое впечатление так что не обессудьте кот гагарин даже заинтересовался сейчас он придет здесь по длинным длинным столешницам длинный путь свой пройдет котяра сонный я вам даже покажу этого кота божечки киса не допрыгнул давай попытку номер два гагусинка давай попытку номер два мой мальчик гагарин да он очень сильно расстроился что шмякнуться на какие-то преграды но он добрался наконец он вот он видите тут немножко ухо торчит сейчас 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 гагухенька я тебя покажу так ты он же стал я понял себя почувствовал звездой наверное ах ты мордатый эксгибиционист и любишь когда тебя на камеру показывают да сонный сонный зайка лапки растопырил скажи привет ребятам гагарин да привет 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 помоги нам и в общем вот матовая такая коробочка ну красивая такая хотя немножечко и помпезная но что я тут говорю после своих каджалов до любимых кстати вот с матовых коробочек очень хорошо считывается информация ничего не отсвечивает поэтому могу вам показать аромат этот называют кто то где то как то мужской бакарой даже вот ну то есть типа он вроде как и удовый и вроде как и и самобытный но при этом в базе бакарит а я не знаю как его открывать ребят я не знаю как его открывать это у меня уже не первый раз когда я в замешательстве то есть вроде как я вижу ярлычок но он просто плотно прибит и даже не думает откуда то вылазить блин может быть а как то ли вот ее надавить она вытащится нет это всегда такой конфуз ребятам придется паузиться и пробовать открыть скоро вернусь потому что знаете вот сломать что то что то порвать это прям не на раз два оказывается все таки она вот так вот выдавливалась но очень плотно сидит вот этот рукав а и причем видите я сверху пытался открыть а сверху то он его то есть нужно было через низ это все открывать блин ну вот умудрятся же ну красиво вот это вот матовая на ощупь знаете как пластик soft touch посмотрите великолепный принт шикарного качества конечно к слову там как определить оригинал и фейк но я думаю что фейк отделы не знаю насколько вам все это четко видно на камеру но это просто превосходно ну и теперь квест номер два а ну вот открывается вроде ух ну красиво ребят красиво хотя золото перебор но опять же пруэтка джау ладно конвертик и сам аромат сейчас я попробую посмотреть что в конвертике хотя ну я думаю что это вам не очень интересно только мне кажется видосик затянуть тут что-то еще было прям вот внутренность конвертика к самому конвертику была прилипшая тут тоже очень легко было что-то оторвать ой он еще походу слышите хрустит прихрустывает ну сейчас попробую почитать хотя не всем это нравится ты-ты-ты-ты-ты на всех языках что если ваши инстинкты были вдохновлены вашим чувством ну вашим нюхом чувством ароматов your sense of smell guiding you towards new adventures ну то есть проводя вас в сторону новых приключений и нитио превозносит ароматы на новые высоты с улучшенными ну то есть с улучшенной силой powers with enhanced powers которые определяют воображение ну как всегда да куча вот этих маркетологических слов бла-бла-бла дикая природа и наука феромонов короче смешивается глубоко вместе с формулами которые работают ну которые делают свое магическое действие скажем так невидимые силы будучи ношенными будучи ношенными как в отдельности так и всеми вместе ничего fragrансы короче следует вашим инстинктам вот то где все начинается очень все как всегда приятно начитаешься такого нахапаешь а потом думаешь божечки что это за кака ну не знаю посмотрим насколько кака презентейшн конечно очень она вот для любителей всех этих блестяшек прям она офигительно я скажу это правда причем видите из боков даже боже мой ну все детализация великолепная ну и посмотрим а про саму бокару скажу что она меня особо не восхитила не возбудила не вдохновила поэтому саму бокару как-то нет как-то я не решусь себе приобрести но никогда не говори никогда опять же очень дорого богато это правда этого не отнять так вот попкой давайте я его нанесу я уже кстати он пахнет не будучи нанесенным раз и уже что-то пшикнуло кстати может быть его может быть их на заводе проверяют крышка очень тяжелая то ли она из керамики ну походу что-то типа керамики еще пшик чуть побольше и вот так и давайте нанесу уже на себя я сегодня без аромата кто-то спрашивал как я наношу вот так вот наношу ой такой весь нежненький такой весь цветочненький пшики нормальные ну в то же время да что-то такое блэк афганово удовое проскальзывает но это да это тот аромат блэк афганово блэк афгановые мотивы здесь чувствуется мне лично я не знаю как вам ну вот на коже вот на мне поначалу не возбуждает он меня но ребят первые впечатления они на то таковыми и являются потому что были у меня просчеты с другими ароматами по первым впечатлениям вот почему в магазине да вот что-то тестить оно не всегда тем более заходишь сразу 10 ароматов все у тебя там перемешается если тебя прям что-то вау 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 не зацепит то ты и подумаешь ну да тестил ну такое вот оно не знаю старт блэк афгановый с какими-то может быть немножечко усилена какая-то не то что усилена а есть некая такая вот свежая составляющая что ли свежиночка чувствуется но пока что нет это не афганец абсолютно нет но почему не в восторге по первым ощущениям потому что ну блин ну все это было уже сто раз то сё пятое десятое но ну не знаю если бы мне его подарили допустим то наверное я бы радовался хотя бы вот этой вот красивой презентации вот этому оформлению а покуда я его сам купил за свои деньги ну пока что ничего такого сказать хорошего не могу он приятный он нишевый безусловно для начинающих для новичков ниши он я думаю что прозвучит очень интересно откровенно кому то безумно понравится просто когда уже вот пробуешь на одну и ту же тему один два десять двадцать то не знаю пудрить начинает пудрить и интереснее кстати становится более такой выдержанный дороже начинает звучать вот уже так я чувствую но для такого более полного ощущения хоть это и пе вот вот первая как бы распаковка первый мой затест его я думаю все равно полчасика выждать будет не лишним и тогда я к вам вернусь может быть что-то поподробнее расскажу и так давайте до встречи и так возвращаясь к вам через некоторое время поносив шлейфи и разнюхав на руке кстати шлейф он после руки он практически не чувствуется кажется эфемерным и вот из той серии ой не стойки не шлейфовы хотя многие отзываются о нем наоборот и я думаю что все в порядке со стойкостью и со шлейфом просто я себе нос уже немножечко приподзабил вот этими вдохами ну что я хочу сказать афганец до сих пор призраком остается здесь чувствую древесные какие-то вот еловые возможно мотивы почулит он такая вот пыльность пыльность слегка деревяшек слава богу тупой деревяшки здесь нет совсем да ну не такой уж дешевый парфюм могли бы и отойти от этого уже не пытаться сделать ну как это дешево но сердито да дорого но сердито дорого но не сердито да Гагарин вот пришел снова видите свою мордочку сюда засовывает в кадр он хочет меня поддержать просто афганоподобность она уже настолько навязла в зубах она настолько меня она достала надоело для меня это пройденный этап афганец прекрасный аромат я его в охотку буду носить ну вот здесь именно колкая такая иголистость есть которая отличает его от афганца есть какая-то свежинка то есть это не свежак абсолютно ни в коей мере но что то такое вот что ну если можно так сказать выразиться воздушности придает что ли для вот тех людей которые не сильно искушены в нише и которые отдали кучу денег для них будет ну прикольно для них будет действительно интересный аромат игручий и дорого звучащий но для меня это не ну не настолько так может быть мне его стоит разносить именно в шлейфе может быть ему стоит немножечко настояться после первых пшиков и тогда ситуация изменится но пока восторга нет это у меня с другими парфюмами было тут нельзя так вот с плеча рубить одно могу сказать и повторюсь если бы я его где-то там мне пробник прислали я бы его попробовал сказал бы ну ничего особенного еще один афганец вот у меня афганец из головы не выходит никуда его не вытравишь но презентация великолепна ребят конечно легенды все эти вот венского леса в подарок такое конечно супер припупер получить я говорю вот любой человек который первый год в теме он будет в восторге это правда я это понимаю но сам для себя не могу оправдать его стоимость да действительно скажу что наверное своих этих там 220 евро он не особо стоит может быть я влюблюсь в последующем тогда сниму ролик реабилитацию надеюсь данный обзор был вам чем-то полезен оцените как-нибудь его и до новых скорых встреч пока а супер хай Субтитры сделал DimaTorzok